Один из самых трогательных моментов праздника в Бендерах – акция «Бессмертный полк». В нашествие вышли тысячи бендерчан с портретами дедов и прадедов, подаривших нам мирное небо. На площадь освобождения стекаются потомки героев. Те, кто пришел сказать спасибо отцу и деду за победу, стало в два раза больше, нежели раньше. Это отец мой. Он прошел всю войну от Киева до Польши, воевал. Мы не местные, но я здесь живу, поэтому по этой аллее мы пройдемся. Стыдно, что эти годы не участвовали. Все-таки отец воевал. В этом году сделали уже портреты. Он участвовал, воевал в Яско-Кишневской битве. Освобождал Тирасполь, Бендер. При освобождении села Ермаклея орден славы получил. Бессмертный полк нас объединяет, нашу страну и каждую отдельную взятую семью. В каждом доме есть свои герои. Истории их подвигов передаются как самые ценные реликвии. Шумила Иван Семенович, комбат, командир батальона «Малый Гаудес». Участвовал в Яско-Кишневской операции, за что награжден орденом Александра Невского. Он был санитаром, санинструктором и вынес как-то при одном бое 16 человек. Мы горды тем, что не забыли то великое дело, которое было сделано советским народом. Разробили немецко-фашистских захватчиков. Около трех тысяч советских солдат погибли в боях за Бендеры. Возложить цветы и венки в память о павших воинах пришли ветераны, активисты и общественники, школьники и руководство города. Наш солдат отстоял независимость и свободу, защищая Родину. Не жалея себя, освободил всю Европу и одержал победу, величие которой навсегда останется в нашей истории. Память погибших почти левгийские протягайловки. Руководство госадминистрации и городского совета Бендер посетили памятный знак воинам-освободителям Варницы. Здесь советские солдаты продемонстрировали необычайную стойкость и мужество. В тех местах, где вот эта святая память забывается, возникают нефашистские организации. Вы видите, как сегодня даже на соседнем близкой Украине факельные шествия. Но та гордость, которую мы должны пронести через всю свою жизнь за наших дедов, она должна быть с нами, и мы должны ее быть достойными. Пройти фронтовыми дорогами и побывать в настоящем блиндаже, послушать военные мелодии и отведать солдатской каши. У городского дворца культуры раскинула стилизованная экспозиция «Дорогами войны, дорогами победы». На площади также была развернута военно-полевая кухня. Аромат настоящей фронтовой каши доносился со всех уголков. «Все вкусно, все хорошо, спасибо. Праздник очень хороший. С праздничком, с Днем Победы у вас». «Чудесный праздник, это День Победы, и нам в душе радостно, что видим людей, которые действительно воевали, и нам тепло в душе, что у нас и погода, все нам сопутствует». Концертная программа в Бендерах продлилась до самого вечера. Финальным аккордом стал праздничный салют. Александр Логутин, Лариса Тарабина и Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал.